Всем привет! Меня зовут Дмитрий Никифоров. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы с вами изучаем книгу Мормона. Только она переливается на цвету. Еще одно свидетельство об Сутих Христе. Сегодня у нас Моссия, 27 глава. И ныне было так, что преследования, которым подвергалась церковь со стороны неверующих, усилились настолько, что члены церкви начали роптать и жаловаться на это своим руководителям. А они пожаловались Алме. И Алма изложила это дело перед их царем Моссией. И Моссия совещался со своими священниками. И было так, что царь Моссия разослал воззвания по всей земле окрестной, чтобы никто из неверующих не преследовал никого из тех, кто принадлежит к церкви Божьей. И был строгий приказ по всем церквям, чтобы не было среди них преследований, но чтобы было равенство среди всех людей. Чтобы ни гордыня, ни надменность не нарушали их мира. Чтобы каждый человек почитал ближнего своего, как самого себя. Работая своими собственными руками для своего содержания. Да и чтобы все их священники и учителя работали своими собственными руками для своего содержания во всех случаях, кроме болезни или острой нужды. И соблюдая это, они получали благодать Божью в изобилии. И полный мир снова воцарился в той земле, и народ становился весьма многочисленным, и начал распространяться по всему лицу земли, да на север, и на юг, и на восток, и на запад, строя большие города и селения во всех частях земли. И Господь посещал их и давал им успех, и они стали многочисленным и богатым народом. Сыновья же Моссии числились среди неверующих, а также и один из сыновей Алмы числился среди них, называемый Алма, по отцу его. Тем не менее, он стал человеком очень нечестивым и идолопоклонником. И он был человеком красноречивым и обольщал народ своими речами. А потому он подбивал многих из народа следовать примеру его беззаконий. И он стал большим препятствием к преуспеванию Церкви Божьей, похищая сердца людей, вызывая среди народа много раздора, давая возможность врагу Бога проявлять свою силу над ними. И ныне было так, что в то время, как он ходил повсюду, стараясь истребить Церковь Божью, ибо он ходил тайно с сыновьями Моссии, стремясь истребить Церковь и увести с пути народ Господний, вопреки повелениям Бога или даже Царя. И как я сказал вам, в то время, как они ходили повсюду, восставая против Бога, вот ангел Господний явился им, и спустился он словно в облаке, и заговорил он словно голосом грома, который заставлялся трясаться землю, на которой они стояли. И настолько велико было их изумление, что они пали на земь и не понимали слов, которые он говорил им. Тем не менее, он снова возвал, говоря, «Алма, встань и подойди, ибо почему ты преследуешь Церковь Божью? Ибо сказал Господь, «Это моя Церковь, и я установлю ее, и ничто не ниспровергнет ее, кроме согрешения народа моего». И еще ангел сказал, «Вот Господь услышал молитвы народа своего, а также молитвы слуги своего, Алмы, Отца твоего, ибо он молился с великой верой о тебе, чтобы ты мог быть приведен к познанию истины. А потому для этой цели я пришел, дабы убедить тебя в силе и власти Бога, дабы молитвы слуг его нашли ответ согласных вере». «И ныне вот, можете ли вы оспаривать силу Божью? Ибо вот, не сотрясает ли мой голос землю? И не видите ли вы меня так же перед собой, а я послан от Бога? Вот я говорю тебе, ступай и помни о плене своих отцов в земле Хелама и в земле Нефия. И помни, какие великие дела он совершил для них, ибо они были в рабстве, и он избавил их. И ныне я говорю тебе, Алма, ступай своим путем и не стремись больше истреблять Церковь, дабы их молитвы нашли ответ, даже если сам ты желаешь быть отвергнутым». И ныне было так, что это были последние слова, которые сказал Алме ангел и удалился. «И тогда Алма и те, кто был с ним, снова пали на земь, ибо велико было их изумление, ибо своими собственными глазами они видели ангела Господнего, и его голос был как гром, который сотрясал землю, и они знали, что не было ничего, кроме силы Божьей, что могло бы сотрясать землю и заставить ее содрогаться так, будто она вот-вот расколется». И ныне изумление Алмы было так велико, что он онемел. Так что не мог он открыть своих уст, дая слаб он даже так, что не мог пошевелить своими руками. А потому он был взят теми, кто был с ним, и они несли его беспомощного, пока не положили перед отцом его. И они пересказали отцу его все, что случилось с ними, и отец его возрадовался, ибо он знал, что это сила Божья. И он повелел, чтобы толпы народа были собраны вместе, дабы они стали свидетелями того, что Господь сделал с его сыном, а также с теми, кто был с ним. И он велел, чтобы священники собрались вместе, и они начали поститься и молиться Господу Богу их, чтобы он отверз уста Алмы, чтобы тот смог говорить, а также, чтобы его конечности получили свою силу, чтобы глаза людей открылись, дабы увидеть и познать благости славу Божью. И было так, что после того, как они постились и молились в течение двух дней и двух ночей, конечности Алмы обрели свою силу, и он поднялся и начал обращаться к ним, призывая их утешиться. Ибо, сказал он, я покаялся в моих грехах и был искуплен Господом. Вот я рожден от Духа. И Господь сказал мне, не удивляйся, что все человечество, да, мужчины и женщины, все племена, колена, языки и народы должны родиться заново, да, родиться от Бога, изменив свое плотское и падшее состояние на состояние праведности, будучи искуплены Богом, став Его сыновьями и дочерьми. И таким образом они становятся новыми существами. И если они не сделают этого, они никоим образом не смогут наследовать Царство Божье. Я говорю вам, если не исполнить всего, то они должны быть отвергнуты. И это я знаю, потому что сам едва не был отвергнут. Тем не менее, после того, как я претерпел многие невзгоды, каясь почти до смерти, Господь по милости счел нужным вырвать меня из вечного горения, и я родился от Бога. Душа моя искуплена от горькой желчи и уз беззакония. Я был в самой темной пропасти, но ныне созерцает чудесный свет Божий. Душа моя была истязаема вечным мучением, но я вырван и не страдает больше душа моя. Я отвергал моего искупителя и отрицал то, о чем говорилось нашими отцами. Но вот, дабы они могли предвидеть, что Он придет и что Он помнит каждое существо своего творения, Он явит себя всем. Да, каждое колено преклонится и каждый язык исповедуется перед Ним. Да, истина. В последний день, когда все люди предстанут, чтобы Он судил их, тогда они признают, что Он Бог. Тогда признают те, кто живут без Бога на земле, что суд вечного наказания справедлив над ними, и они будут трепетать и дрожать и отпрянут под взглядом Его всевидящего ока. И ныне было так, что с этого времени и впредь Алма начал учить народ, а также и те, кто был с Алмой во время явления ангела перед ними, и они странствовали по всей той земле, возвещая всему народу то, что они слышали и видели, и проповедуя Слово Божье в великих бедствиях, подвергаясь жестоким преследованиям от рук неверующих, побиваемые многими из них. Но, несмотря на все это, они приносили много утешения членам церкви, укрепляя их веру и с долготерпением и тяжелым трудом увещевая их соблюдать заповеди Божьи. И четверо из них были сыновья Моссии, и имена их были Амон и Аарон и Омнир и Химний, и это имена сыновей Моссии. И они ходили по всей земле Зарагемля и среди всех людей, находившихся под властью царя Моссии, ревностно стремясь возместить весь вред, который они причинили церкви, признавая все свои грехи и возвещая все, что они видели, и объясняя пророчества и писания всем, кто желал их слышать. Таким образом, они были орудием в руках Бога в приведении многих к познанию истины, да к познанию их Искупителя. И как благословенны они, ибо они возглашали мир, они возглашали добрые вести о благом и возвещали народу, что Господь царствует. Какое завершение интересное их истории. Сыновья Моссии, сыновья царя и сын Алмы, сын главного, получается, первосвященника церкви, да, все были неправедные, нечестивые. И не просто не соблюдали заповеди, они гнали церковь, пытались ее уничтожить. И вот это то, что Бог всегда делает. Он все время берет и работает с такими людьми, которые на первый взгляд вообще настолько далеки от него или очень слабые, или очень очень упертые в своих желаниях уничтожить церковь или уничтожить Бога вообще. Он берет вот этих вот людей, и мы бы в них никогда не увидели тех, кто мог бы руководить его работой здесь на земле. Он берет этих людей и меняет их сердце волшебным образом, не нарушая их свободу выбора. И разве не делает он то же самое с каждым из нас, если только у нас есть желание? Потому что ангела также видели Ламан и Лемуил, и это не особо им помогло, да, они не захотели меняться. Но Алма и сыновья Мося, когда увидели ангела, это произвело на них огромное впечатление, потому что, мне кажется, на подкорке они знали, что, ну, и хорошо должны были знать Евангелие, Священное Писание, чтобы гнать церковь. Как раз таки люди, которые гонят церковь и активно выступают против руководителей и так далее, они обычно неплохо разбирают в Священных Писаниях. Так же, как и фарисеи, книжники наделали, гнали Христа. И вот, несмотря на это, Бог, он может повернуть даже самое, вот, самого такого человека, который суперталантливый в противоположном смысле, да, который гонит церковь. И использовать его для блага, то есть, то, что они смогли сделать, а это на самом деле очень важно здесь обратить на это внимание, потому что эти люди сначала гнали церковь, сначала говорили, что они неправильные, а потом развернулись обратно. Это как бы возвращение назад. Насколько сильнее были их слова и убеждения. Вот этот опыт духовного перерождения, когда они могли вернуться. И их свидетельства, они на самом деле намного были сильнее, чем если бы люди, которые всю жизнь в церкви, допустим, и которые никогда не отступали, говорили бы что-то. Они говорили из опыта, из духовного опыта. Они говорили от сердца, что они были на другой стороне, и там нет, нет, неправда это все, что это все вводит вас в сторону от Христа, от Бога. Там, там, вы туда не хотите пойти, поверьте, мы там были. Это, конечно, намного сильнее, чем если бы, да, как я сказал, просто бы члены церкви им что-то говорили. Интересно. Так что Бог, Он работает со слабыми и сильными и меняет сердца тех, кто хочет меняться, тех, кто хочет свои сердца смягчить. Очень люблю Евангелие, и я ощущаю всю свою слабость, знаю свои слабости, и я очень благодарен, что Бог, Он работает с моими слабостями, помогает мне увидеть, кем я могу стать. И также Он работает с каждым из нас. И мы, на самом деле, вы достойны большего и у вас огромный потенциал. Спасибо, что поселились к моему изучению. Сегодня увидимся. Увидимся завтра. Пока-пока.